Радио 54 С одной стороны он художник, а с той другой стороны он гигант, организатор, мы бы сейчас это назвали арт-менеджер, который с самого начала своего пути вокруг себя создал большую компанию едемномышленников, но и при этом очень интересный, яркий, сильный художник, который раскрывает сразу огромное количество тем, от социальных, от каких-то исторических до друзей портретов каких-то таких ярких людей, когда вот вы придете на выставку, вы увидите известных актеров, режиссеров, художников своего времени, вообще деятелей культуры, которых многие видели только в телевизоре, на экранах, а это все были его просто друзья, знакомые, с которыми они жили всю жизнь. При этом он восстановил свою деревню, где купил маленький дом, там построил школу, потом церковь, потом начал развивать вообще все это пространство и так далее. То есть это был человек, который все время был созидателем и в искусстве, и в жизни, и в каких-то общественных вопросах. Для меня, как аккуратера, конечно, большой почет, наверное, заниматься такими художниками. Мне повезло, что когда-то нас поддержала РОСУЗО, такая государственная институция в сфере культуры, и я сделал выставку трех ярких художников одной эпохи. Сразу могу сказать, что это были художники, которые друг с другом были не близки и были совершенно разных направлений. Один это реалист Дмитрий Дмитриевич Жилинский, второй это был как раз Абросов, и третий был Рабин, который наунконформист. И вот эти три художника одного поколения полностью показывают, какая была жизнь тогда, что было в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы, и как они параллельно жили. То есть, придя на эту выставку, вы могли погрузиться полностью в определенную эпоху нашей страны. И, в общем-то, Абросов один из самых ярчайших примеров, когда вы понимаете, где жили люди, что это было такое. И он от города, от изображения Москвы до деревни, через разные портреты исторических персонажей, а также там разные трагичные темы, например, как арест своего отца в 37-м году. Выдающий весь о врачах, хирургах. Да, вот такие вот вещи он объясняет всю историю 20-го века на примере, в общем-то, себя самого и того, что происходило с ним. И мне кажется, это очень важно. Я посмотрел работы Игоря Абросова, но довольно-таки мрачновато. Я поэтому и подумал, что... Нет, не все. Нет, Саша, я не соглашусь. Есть мрачные, но есть и... Вы знаете, да, действительно, когда ты первый раз смотришь на это, ты думаешь, да, это же все серое, темное, черное, да. А на самом деле, когда ты вот в это во все погружаешься, ты понимаешь, насколько вот человек, переживший определенную историю, вот моя семья тоже имеет, там, у меня прадедушка репрессирована, да, и вот мы всегда обсуждаем эти вещи. И я понимаю, в каком состоянии был человек, который родился, и у него сразу забрали отца, при том, что он был, да, действительно главным врачом Склифосовского, а не просто там каким-то там генералом или чиновником из Российской империи. И вот вдруг из всего твоя семья становится никем, ты этого еще не понимаешь, но чем больше ты растешь, тем больше ты ударяешься в двери, которые перед твоим носом закрываются. И при этом, ну, я не знаю, какой должен быть у человека стержень вообще, да, чтобы стать одним из главных художников страны, одним из главных руководителей всего Союза, Советского Союза, да, и, в общем-то, человека, которого сейчас уважает каждый художник и понимает, что это было за явление. То есть не просто там, вот там у меня папа, мама и там бабушки, дедушки, они меня вот так вот вырастили, выдали и помогают на каждом этапе, а ровно наоборот, ты один и против тебя все. А его стиль и как бы чернота, как это, это совершенно была другая чернота, из которой выходил свет. То есть как раз наоборот, вот, условно говоря, туннель, в котором в конце мы все равно увидим какой-то яркий свет. И каждая его работа при всей какой-то такой мрачноватости и темноте, в итоге, когда ты в нее погружаешься, она тебе передает совершенно другой эффект. И вы знаете, наверное, одна из таких уникальных его серий, я называю его Рембрандтовской серией, хотя это такой вот образ для меня. Когда-то Рембрандт, когда писал свои работы, как будто бы свет исходил откуда-то и снизу. Ощущение такое, что была свечка поставлена где-то внизу на полу, и он нарисовал портреты, и вот такой вот свет был как бы снизу человека. И вот у Игоря Павловича уникальная серия про деревню, где изображается вид деревни через окно, или какие-то такие фрагментарные вещи, где пол окна, пол внутреннего интерьера дома и так далее. И оттуда тоже откуда-то идет свет, вот такой вот загадочный, яркий. И ты как бы попадаешь в какую-то темноту, которая потихонечку оживает, и ты понимаешь, да нет, да все было хорошо, да все не так. И вот это вот как бы ощущение времени, переживаний, каждая картина из некой темноты выносит тебя на какую-то белую сторону жизни. Вот эти работы тоже представлены на этой выставке, да? Да. Вы знаете, вот на самом деле это ретроспективная выставка. Периоды там от ранних работ до совершенно поздних работ. И представлены все темы, которые интересовали художника, благодаря тому, что наследники, семья, которой я очень благодарен за это, не продают, а именно продвигают и поощряют развитие и какую-то популяризацию имени Игоря Павловича Обросова. Потому что в итоге это все дает возможность нам, зрителям, любителям искусства, немножечко это потрогать и посмотреть, пока это там случайно не разошлось по неизвестным частным коллекциям или музеям, где это будет лежать, и никто это не увидит. И вот здесь, получается, портреты героев, история, в общем-то, каких-то таких ярких людей, да, какие-то большие полотна такого, скажем, уже идеологического плана. Потом, конечно, образ Москвы-города. Потому что порой есть работ. Я очень люблю Москву, я часто гуляю по ней. Но увидеть именно этот фрагмент, я думаю, да, конечно, я тысячу раз там проходил. Но чтобы вот зафиксировать у себя в голове, это нужно иметь определенный вот взгляд художника. И, конечно, ты этим восторгаешь, когда понимаешь, что да, ну, конечно, это же так интересно. Вот такой вот ракурс, такой, как бы, подход к этому. Потом есть некоторые серии, как раз, истории, связанные с деревней, с местом, которое им любил. Очень интересно, это Тверская область. Место называется Обросово. И как раз они потом занимались своим древом и нашли в этой же Тверской губернии где-то предки их Обросово. Разница в 200 километров. Но случайно он выбрал эту деревню, не зная об этом, обо всем. Есть большая часть литографий, которыми в советское время художники многие зарабатывали деньги, оформляя книги. Ну и, конечно, сам рисунок. Рисунок – очень важная часть для каждого художника. По ним мы, как искусствоеда, можем быстро оценить действительно профессиональный уровень. Ну и это очень яркие, интересные вещи. И есть еще такая тема, я бы ее назвал современным словом «замануха». Это образ девушек. А вот какие они? Приходите и посмотрите.